А вы тоже из Луганска? Да. И вы? Тоже из Луганска. И я. Давно в счастье? Тоже месяц. А вы где живете? Тоже в счастье живу. Где-то дней 15. А чья вот эта вот инициатива покрасить мост? А это местные активисты. В основном, я так понимаю, в своей массе здесь луганчанец. Тут в основном люди мало нормальных. Здесь жители счастья, так понимаю, отрежущая сила. Все равно, потому что деньги на краску собирали. Их сильно тут не затронуло ничего. Они думают, что вот стреляют здесь откуда-то, и они очень недовольны. А если бы они были в Луганске, ну, побыли хотя бы дня три, посмотрели, что там творится. И они бы сказали, как у нас здесь хорошо. Тут рынок такой, все есть, все недорого. Вы выехали недавно, две недели назад, получается, да? Получается, да. Где-то седьмого числа. Какая ситуация там была? Как раз в Вергунке. Я сейчас не знаю, но там как раз вот я ехал сначала шестого через Вергунку, и там начались обстрелы. Там как раз вот дорога у них центральная есть. Там мина попала в какой-то дом. Я видел там три трупа. Короче, один был такого, ну, вида где-то европейского, будем говорить. Ну, наш. И двое чеченов, один такой молодой, в наколках весь. А второй такой, знаете, вот как сокал. Такой, животиком, бородища такая. Короче, мина попала прямо в дом, где они были. Там пятна, видно, попали в танк какой-то. Или в БТР такие большие вкладыши. Ну, его утащили. А сейчас связь с кем-нибудь в Луганске есть? Поддерживаете? В Луганске сейчас практически нет связи. Очень бои идут. И, самое интересное, сепаратисты также обстреливают. Как они обстреливают, так и обстреливают город. Просто. Вот выстрел, две секунды взрыв. Выстрел, две секунды взрыв. Я очень наблюдаю за этим делом. Просто видно, что бьют просто где-то из центра города и по городу. Многие об этом говорят. А как вы думаете, для чего они это делают? А чтобы в напряжении держать население. Тем более, большая часть населения, будем так говорить, они все-таки думают, что это нацгвардия. Понимаете? Вот нацгвардия нас обстреливает. Вот для этого. Субтитры создавал DimaTorzok